Кэш, вот клоудов очень интересно посмотреть на кэша, а вот у Immortals, наверное, кэш одна из самых сильных карт. Да, так и есть на самом деле, на кэше много кого обыгрывали, у нас уже агрессия на middle, Immortals готов вырываться, стил, на острие атаки, тот, который вернулся, тот, который готов вырываться на точку, а там Automatic просто пытается гемблить, попадает по стилу, минус 15 дэмэджа наносит там, до сих пор еще нет выхода на точку, Automatic по голове получает болт, его все-таки забирает красного, ну и стил, таки, тоже отлетает на скал, дудл, тот же отвечает двумя хедшотами по стилу и лук. Ситуация 3-3. Дефузы есть у скадудла, он как раз-таки на машине nothing, ставит хедшот по Фелпсу, ситуация 2-3, бомба установлена, болтс находится на погрузчике, Хэнь еще имеет при этом флешечку, откидывает это на какое-то время, останавливает, под эту флешечку, кстати, действовал болт с погрузчикой, сделал килл, ситуация 2-2, шрауд красный, очень опасный здесь для клоудов, болтс на погрузчике, по-прежнему nothing, шрауд заходит на плент, шрауд красный, тут просто мансы, танцы, шманцы, реверансы. Очень круто вдвоем играет сейчас бразильцы, и болтс оформляет минус 4 в этом пистолетном раунде, красавчик, на самом деле, очень классная стрельба, помог сейчас, очень здраво расценил обстановку, вот, которая была на точке А, и стоит отметить, что звено команды Immortals очень круто сыграло вместе, то есть там был кроссфайр, и, соответственно, клоудам было очень тяжело выбивать эту точку. Ну, были дефуза, но все-таки до дефуза бомбы у нас даже не дошло. 1-0 за бразильцами. В целом мы видели, что клоуда дали хайвей, и таким образом Immortals, заняв мидо, двигаясь дальше на точку А, получили много пространства, и зажали плент А, но там очень неплохо оборонялся Скадудл, который сделал 2 кила, и были, в общем-то, шансы у клоудов взять этот раунд, но не повезло. Сейчас у нас эко от клоудов, особо комбины такой, засады какой-то мы не наблюдаем, но интересно, что 2 игрока на B, и вот 3 сосредоточены на вот этой вот линейке, которая соединяет А и Б плент, то есть, в общем-то, расчет на то, что будет довольно быстрая хелпа. Да, особенно на точку B. Phelps пока что прощупывает возможные варианты по мидлу, чекает абсолютно все позиции, бомба лежит в ангаре, и в целом-то, ну, дефолтное расположение ребят из команды Immortals, пока что непонятно, куда будут идти, еще минуты для принятия. Конечного решения в этом раунде, Лукас близок к тому, чтобы даже десантироваться в винтрум, ну и уже 3 игрока от команды Cloud9 на точке B, а там уже Болтс демонстрирует свое присутствие, пытается заимить хэдшот, также пошел десант от остальных, это говорит о том, что будет выход, но опять же, бомба в ангаре, не факт, что он опадет на эту позицию, Phelps там уже палит, твой соперник на девятке, Лукас оформляет даблкил с UMP-шки, Phelps, хэдшот, паскадуду, Шраус, девятки тут же отвечает, Стюит окей, также находит голову Хэнни, 3 в 2, и тут можно даже побороться. Но киллы нужно делать, и понимает это и Шрауд, и Стюи, но почему-то Стюи до сих пор на А там что-то загулял, Шрауд, есть информация у него по Лукасу, ну и тут в общем-то все довольно просто, для Глаудов задача номер 1 сделать отстрел, куда же Стил полез, на самом деле абсолютно ненужная смерть для Стила, Лукас все-таки разменивает, Стюи тут с фармганом, но есть смысл засеять в общем-то и Дигл, и Мак-десятку, ну и мы видим, что сейчас уже не решили не кормить им, Мортал своего оппонента, убежали вдвоем, ну неплохой эко для Клаудов, сделали три килла, ну и вот еще оставили себе Мак-10. Да, это неплохо, но и канадец с польскими корнями у нас Шрауд показал в очередной раз, какая у него крутая стрельба, не только с автоматического оружия, но и с П-250 пистолета. Бомба взорвается, Лукас тоже сделал минус три в этом раунде, вступил в статистику в целом-то этого матча, но первая карта пока что довольно-таки активно у нас начинается, бразильцы после хорошей пистолетки вышли на точку В, поставили бомбу и потом защитили ее от пистолетов, которые опять же-таки выглядели очень опасно в руках команды из Северной Америки. Ну и сейчас очередной раунд, очередная попытка Клауд Найн нанести экономических дамаж своим соперникам, выбить какие-то девайсы, ну и, соответственно, возможно, обзавестись АК-47, а они у нас есть у Болса, Лукаса и Стила. Пока довольно медленно нет, все-таки Фелпс тут сыграл довольно агрессивно перед Б, сделал уже минус по Шрауду в Вентруме, Насмин перестрелится с Лукасом, там уже Стил врывается на хайвей, был очень легко довольно наказан, Насмин подбирает калаш, а это может быть проблемой для Имморталс. В целом, мы видим, что Клауда продолжают перестреливаться в медле и делают минус по Лукасу, а на самом деле, кто здесь больше всего тупанул, это Стил, который с Калашом бежал за пацаном, который был на хайвее, за белым ящиком, это абсолютно, если честно, было не нужно. Просто вы знаете, что там пистолет, стоите на дальней инстанции, стреляете с Калаша и просто вы убиваете. Стюи делает минус по Болцу, считает ли он здесь Фелпса, Фелпс, так, Стюи должен, да, забирать этот раунд и, ну, благодаря Стюи, конечно, нужно забирать этот раунд, Хенни живет, время идет против, сейчас играет против Фелпс. Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Но главное то, что они действовали по одному. То есть как-то так выходили, и не было никаких связок, да, поставили бомбу, но потом вот такая вот безлаберная защита. А, B, плента. Ну и что ж, Cloud9 сейчас показывает то, что они готовы бороться, то, что они готовы наказывать своего соперника. Слушай, ну ты знаешь, я так понимаю, что кэш это пик иммортал, да? И если тут клауда начинает в защите, скорее всего это пик иммортал. Ну, скорее всего, да. Ты знаешь, мы с тобой тоже говорили о клаудах, говорили о ширине мапула, но не помним, чтобы мы с тобой смотрели матч на кэше. И вот как раз-таки очень интересно, здесь еще будет посмотреть за клаудов в атаке. Оу, как скадудл задетектил оппонента, но килл не удалось сделать. Хенни там тоже у нас тусуется в скрипе, тоже с АВП. Ну, он уже открыл дверь, но пока что не стрелял, что самое интересное. Возможно, даже не спалился. Не знает клауда, что будет агрессия от снайпера именно из этой позиции. Фелпс замечает, Стюи получает по голове 14 хп, остается тут же нужно ретироваться. Это у него получается, но самое главное, что Стюи очень круто начинает этот матч. Он очень классно стреляет. Видно, что он расстрелялся. Опять же, клауда перед этим матчем играли в рамках ЕСС североамериканского. Так что они, скажем так, готовы на 100%. Стилл выпад от него, Стюи тут же погибает. Но слишком агрессивная позиция у Стюи тут была. Да, и, кстати, позиция сама по себе неплохая. Проблема в том, что не было никакого саппорта Стюи. То есть он там фактически был один. И эта агрессия ранняя пока приводит к тому, что клауда играет вчетвером. И Морталлс холдят-холдят. Втроем они находятся перед Б. Два игрока находятся еще по-прежнему один в мейне и один на бусте. То есть, возможно, какая-то еще будет имитация фейка. Может быть, что-нибудь такое. Прилетает тайминговый молоток перед Б. Хеннис АВП пикает на А. Что интересно, пытается здесь найти фраг. Сейчас, возможно, он его найдет на машине. Но это фейк. Это точно фейк. И вот сейчас начинается заход на точку Б. Шраут здесь пока единственное. Там красные челы. Выпадает бомба. Не сгори. Не сгори. 12 патронов. Еще и может сделать килл. Отвораживается в смоке. Стил. Стил не находит своего соперника. 5 секунд до конца раунда. 4 секунды до конца раунда. Все. Аутиматик выходит с девятки. Делает 3 килла. Тут, по-моему, просто Иммортал перебудрили. Не Имморталс Имморталс, а Имморталс Шраут. Я даже не понимаю, как он там жил в этом смоке. Как он там манцевал на этой точке Б. Мало того, что выбил бомбу. Более того, что Имморталс почему-то не дали размен. То есть слишком долго выходили. Стали заложниками тайминга. Ну и, соответственно, у нас, дорогие друзья, уже временно ничья. И вот так вот мы, скажем, с пылу с жару ворвались в этот матч. Напоминаю, что с вами Рухап, Ухо и Анканис. Да, сейчас 5 часов утра, но почему бы не посмотреть классный гранд-финал хорошего чемпионата. Напоминаю, что победители забирают 20 тысяч долларов. Обе команды уже имеют квоты у нас на Intel Extreme Masters Auckland. И сейчас просто вот Cloud9 пытается доказать то, что не зря они там выигрывали. И то, что они хотят забрать себе второй трофей подряд на LAN-турнире. Ну и начинается этот раунд уже с того, что Хэнни падает от рук товарища Скадудла. АВП включается, но вот АВП от Имморталс пока что не работает. Это Фелпс, который подсажен на миде. Да, это засейвленный АВИК, я так понимаю, который остался с прошлого раунда. Ну вот Имморталс тут, в общем-то, задача довольно простая. Попытаться сделать киллы, установить бомбу, расположение у клаудов. Два игрока на АА, один еще их выпущий на машине. Полностью отдали мидл. Ну вот, кстати, не первый раз уже я вижу такую расстановку. Пистолетом, что-то похожее было от клаудов. Ну вот, расчет такой, что на хайвей будут заходить, запускать. Ну, интересная тактика, мне нравится отдача мидла. То есть это делается абсолютно осознанно. Коннектор тоже, кстати, контролится. То есть, в принципе, если зайдут в коннектор террористы, то там уже будет как тут аутематик. Фелпс с АВП пытается вычислить за квадом Скадудла и его находит. Но Скадудл все-таки перестреливает своего оппонента. Ну и АВП заберут. Лукас все-таки забирает АВП, делает по минус по стю. Скадудл делает минус в мейне по болту. Тут же стил тоже падает от аутематики. Остается Лукас один против четверых. Тут еще, знаешь, был такой тонкий момент, когда Фелпс сделал выпад с белого ящика. Кто-то по нему попал из автоматической винтовки. И получается, у него прицел сбивается. И Скадудл без шанса его просто перестреливает. Лукас, ну, должны просто съедать его в сэндвиче 10 секунд до конца этого раунда. Здесь нужно уже идти, чтобы после раунда не погибнуть просто. И Лукас забирает аутематикой, еще и на хайве выживает. Натан делает выпад и все-таки добирает своего соперника. Я понимаю, что чтобы не погибнуть, а нельзя уйти за сэвид, чтобы не погибнуть? Это не рассматривается как опция? Ну, тут видишь, возможно, он думал, что его будут зажимать со всех сторон. Так что нужно было брать быков за рога. Но вот не получилось, одного убил, тут же там размен был хороший от Натанга. 3-2, команда Клауднайна выходит вперед, минимальное преимущество. И сейчас вот Иммортал, что будут предлагать? У нас пауза, возможно, даже какая-то тактическая от бразильцев. Ну да, три девайса, смотри. Болл, Стилл, Фелпс и Хэнни, Лукас это либо Тек-9, либо у МПшки там могут быть. То есть, в общем-то, бай можно делать. Вопрос в том, что три раунда подряд уже мы видим, не получается у Иммортал сделать что-то с обороной Клаудов. И что интересно, в последних двух закончилось время. То есть, видно, что Иммортал старается играть. Это такое слово «трайхардят», да? То есть, старается такие именно там на крысу до последнего, пытается. Но они же понимают, что они здесь как бы в роли, скажем так, андердогов, в роли темной лошадки. Но Клауда пока действительно играет безошибочно, за исключением пистолетного. И Тома, помню, как все происходило. Сейчас вот уже хорошая серия от Клаудов, она может продолжиться. Оборона фундаментально хорошая. То есть, все железобетонно, все залито бетоном и там не проехать, не пройти. С другой стороны, молодцы Иммортал, что именно сейчас берут паузу. Они там при счете уже 8-2, например. И уже когда у тех же Клаудов будет очень сильная экономика. Ну и сейчас вот посмотрим, какие решения будут от бразильского коллектива. Напоминаю ребят, что там СК за них болеет, приехали, там Фолин и компания, для того, чтобы поддержать своих братюнь. И в целом-то обе команды у нас живут в Лос-Анджелесе. И я напоминаю, что этот чемпион проходит в пригороде Лос-Анджелеса. Так что там особо как бы ехать далеко никому не приходилось. Ну почему бы и нет, почему бы не приехать. Ну в любом случае там не так много людей сейчас на арене. Так что не слишком шумно. Команды просто в такой уютной атмосфере отыгрывают. Я еще раз напоминаю, что обе получили квоты на Intel Extreme Masters, который пройдет уже на следующей неделе, который мы будем для вас комментировать. Ну а сейчас по сути схватка за 20 тысяч долларов. Столько получает первое место, 15 за второе. И тут не самое главное деньги, я думаю. Тут самое главное престиж. То есть Cloud9, я еще раз повторюсь, хотят просто забрать второй турнир подряд. А вот Immortals хотят показать, что после замены они тоже могут выйти на какой-то новый уровень. Для них это тоже очень важно. Ну и затягивается пауза на самом деле. Это говорит о том, что возможно даже не тактическая, а техническая. То есть может быть какие-то есть проблемы у кого-то из игроков. Вообще этот турнир, тьфу-тьфу-тьфу, постучу по дереву, с точки зрения задержек, с точки зрения технической организации, все происходит на очень высоком уровне. И нет задержек между матчами. То есть у нас буквально закончился только что решающий матч в группе B. Тут же вот уже мы отыгрываем финал. И вот сколько вчера мы с тобой прокомментировали за 10 часов 9 карт. И у нас не было вообще технических заминок. Я не могу их просто вспомнить. Они может быть были какие-то минимальные точечные. В целом мы эфир закончили раньше. То есть у нас там даже где-то на час раньше закончился вчерашний эфир. Сегодня он подольше, потому что опять же там Best of 3, а полные у нас игрались. И только что там FACE играли с командой Renegades. Выиграли на третьей карте Dead Rain. Хотя обе команды, скажем так, не самый лучший Counter-Strike продемонстрировали. И мы вот не раз уже отмечали то, что FACE возможно дойдут до финала этого чемпионата. Но в целом тут такая вот интересная система. То, что первые места из групп выходят сразу же в гранд-финал. То есть у нас плей-офф не играется. У нас только вот игрались матчи за квоты на Index Remastered Oakland и за деньги. А вот полуфиналов никаких не было. То есть есть сразу же гранд-финал. И это конечно же Cloud9 и Immortals, которые были триумфаторами группы A и группы B. Чемпионата iBuyPowerMasters 2016. Ну, к слову, у нас, кто у нас получил квоты? Это Тай Лу и Фей Ву. Тай Лу и команды. Поясно. И вот, соответственно, Cloud9 и Immortals, которые играют в финал. Эти четыре команды будут в Окленде. То есть китайцы, скорее всего, из Америки никуда не поедут. Недельку будут сидеть дальше там тренироваться в США. Так, ну что, у нас решили делать Immortals экономический раунд. Мы видим, есть закупочка небольшая. Это P250 и Deagle два тека. И вот, в общем-то, картина игры здесь для Immortals не меняется. Они продолжают играть очень медленно, довольно пассивно. Опять же, мы видим, что Defense грамотно отрезает Middle. По гранатам тоже все хорошо. У Cloud9, то есть мы видим, что пять молотовых до сих пор в руках у парней сохраняется. То есть, в общем-то, в любой момент под выход эти гранаты будут накидываться и, соответственно, будет все контриться. Пока Cloud9 очень хорошо и грамотно обороняются. По поводу, кстати, пика бана. Тут интересный момент, что действительно Immortals пикнули кэш, а вот Cloud9 пикнули трейн. И в конце третья карта, когда у них был выбор между Cobblestone и Mirage, они все-таки решили выбрать карту Mirage. Ну и таким образом у нас получается, что вторая карта Train, третья карта Mirage. Ну, посмотрим. Мы тут перед матчем с тобой говорили, что вряд ли Immortals доживут до третьей карты, но очень хотелось бы, чтобы была какая-то интрига в этом матче. Сейчас совсем скоро, я думаю, уже в первой половине будет понятно, будет интрига или нет. Потому что Cloud9 такие парни, что не могут сейчас просто два раунда отдали Immortals и все, и больше не раунда. Boltz находит в мидле Nothing, тут Automatic прожимает погрузчик, уже делает минус по стилу, который там был с бомбой, бомба попадает. Ну и Boltz подбирает CTM-ку, 17 секунд до конца раунда, будет ли он ее сэвить, нет. Дальше идет воевать, идет стреляться, 13 секунд уже там отбудут позиции клоуда. И сейчас Shroud, 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 ждет время, ждет время. Да, посмотри на него, просто после раунда хочет убить соперника. Там Boltz, конечно же, уходит в вентиле, но здесь уже не досягаем он для большинства своих соперников, потому вот на следующий раунд перенесет этот M4-A4. Ну что ж, седьмой раунд for Team. У него еще тяжелый армор был. Да, хороший сейв на самом деле, и бай от команды Immortals, AK-47, Хэнни должен покупать АВП. Да, первый армор тоже есть и смог. Ну Хэнни, кстати, неплохо, вот против фейзов, да, играли. Да, очень круто. Он очень там много делал работы, очень много попадал, и, кстати, если здесь будет попадать, то будет очень хорошо. Скадудл промазал, ждал своего оппонента, Хэнни немножечко опоздал по своему респауну. Ну Лукас уже выходит в мидл, так, а там у нас есть Аутиматик, да, который сейчас просто может сделать всю работу грязную в мидле, да, так и есть. Он делает минус по Лукасу, там также есть человек на бусте. А, нет, это на старте мейна, ну и Аутиматик решил поджать мидл. Ну и вновь эти опенфраги Фэпс, не смог все-таки прочитать позицию оппонента Аутиматик. Без шанса просто забирает еще и второго соперника, но здесь что можно придумать? Три в пять, уже спалился стил у нас на скрипе, Натанк откидывает просто флешку, и, ну, чекает абсолютно все позиции, как скрип, так и выход через мейн. Болтс тут же перетягивается с точки Б, Болтс в принципе у нас выполняет роль люркера в стане команды Immortals. Ну, ты знаешь, тяжело, я думаю, против таких Cloud9 играть. Мы вчера говорили о том, что вот эти Тайлу против них попались на карте Даст 2, и они оказались вот не в том месте, не в то время. Ну и сейчас, возможно, с Immortals будет то же самое. Хотя, не факт, то есть мы знаем, что эти ребята могут тащить, и вчера против Фэйс они нам это продемонстрировали. Шаут, белый ящик, слишком просто хороший хэдшот залетает, также дорабатывает он стила. Болтс тут же отвечает на Аутиматике. Тот был очень красным. Болтс на разрыв просто к Наттингу. Ну и Хэни последний, это АВП, который до сих пор находится на старте мейна, и по нему есть уже исчерпывающая информация. У Наттинга, который слышал, как АВП из вражеской команды передвигалась, но Хэни, конечно же, попытается. 18 секунд до конца раунда, и Стюит ОК выходит, забирает противника в спину. Безошибочный практический раунд, на самом деле, от Cloud9, даже несмотря на то, что Шаута и Аутиматика потеряли. Очень медленно играет Immortals, им это пока ничего не приносит. Мы видим, что второй АВП появляется у Cloud9. Ну и в прошлом раунде, вот к слову, да, как начинался раунд? Аутиматик поджал мидл и сделал там два килла. Притом он делал этих два килла, он делал по одному. То есть там сделал килл, прошло время, пришел второй пассажир, и второй пассажир тоже был наказан. Поэтому тут как бы и с точки зрения координации Immortals, вот бразильцы, конечно, страдают. Страдают, им чего-то вот не хватает. И слишком вот эта вот скорость, да, медленная, вот эти вот раунды, которые уже, по-моему, три раунда у нас уже, которые закончились чисто по времени, это говорит о том, что очень зажато и очень закрыто действует сейчас бразильцы. Ну вот была стена с Маком на миде, и только сейчас идет выпад, и непонятно, опять же-таки, почему раскидывали, почему так поздно выходили. Возможно, очень крутая раскидка была в ответ от команды Cloud9. Флешка полетела на мейн, Аутиматик чекает позицию и должен забирать Хэнни. Да, получается. Есть опенфраг, ну и стил попытается, конечно же, разменяться. Также Фелпс будет заходить через мидл. Но проблема в том, что североамериканский коллектив абсолютно все позиции этикроет. И вот стюд окей тоже с АВП готов принимать мидл, хотя стюд будет бороться, а Аутиматика забирает 4-4. Все очень логично смотрится в плане защиты у Клоудоу. Фелпс на хайвее готов закрывать Апленд. Там, кстати, у нас единственный стюд находится за квадом. Искадудл делает тоже минус на машине, он находится, а Болт делает минус по стюд, и нужно выходить на Апленд. Он сейчас абсолютно пустой. Ситуация 2 в 2. Так, выпад от Натлинга. Немного подгорел у нас плент, но в любом случае Болтс ушел от этого урона. И размен от Шрауда. Один на один ситуация, кто же все-таки кого, Шрауд или Болтс? Шрауд немного просил, нужно уже чекать ситуацию, и Болтс просто оформляет минус 3 в этом раунде. Отличные действия от этого парня. Ну, включается понемногу у нас бразильцы. По одному как-то там, то зажег у нас Хенни, то Лукас, то теперь уже Болтс оформил, как говорится, большинство своих соперников и принес третье очко в команде Immortals. Опять два АВП в стаке у Клоудов. Фомас, также УМПшка, МК. Ну и вот решили американцы, что вот таким образом у них получится. Ну, кстати, вот в прошлом раунде, который был первым раундом с двумя АВП, не получилось, не заехало. И отдали, вот мне кажется, слишком пассивная игра на Хайвее. Как раз таки стоила именно того раунда, который проиграли. О, да, Болтс тут у нас действует на грани фола перед точкой Б. Шрауд и Насинг находятся на пленте. Насинг сейчас может поймать очень неудачный для себя тайминг. Фактически спиной он выходил. Ну и Хайей сейчас съест и просто взорвется. Фелпс просто открывает изи. Б плент делает два минуса. Там были опорниками Шрауд и Насинг. И проблемы у Клоуд Найн в этом раунде. Там Шрауд и Залетел просто хэдшот на позицию просто с одной. Ну и потом Насинг и Красного добрали. Скадуло борется. С девятки забирает соперника. Хэйни тут же на размене действует СВП. Аутематик врывается на Болтс. Этого не получается. Но дальше Хэйни с АВП тоже его наказывает. Последний Стювит. Окей, тут нужно уже сейвить. Да, Стювит, в общем-то, уже, наверное, держит у себя в уме план по сейву АВП. Вот он двигается в мидл. Скорее всего, сейчас дальше пойдет либо на респаунд, либо на А точку. Долго у нас бомба как-то выходит до сих пор. Парень, да, бомба долго выходит. Притом, ты помнишь, когда Фелпс сделал два минуса на Б? Это когда было? Это было секунд 50 назад. Самое интересное, что с бомбой у нас Хэйни, который чекает все позиции. Очень боятся бразильцы за то, что может находиться Стювит О'Кейн на пленте. А Стювит тоже такой парень оптимист. Идет просто один в три брать раунд. Посмотри на него. Ну, почему бы и нет. Опять же, два противника находятся на пленте. Один в Кондровском респауне. Стювит. И одного забирает, но второго не считает до Лукаса, который находился за дальним. Лукас тут же стоит жирную точку в этом раунде. 5-4. Есть еще преимущество, но оно будет, наверное, нивелировано сейчас бразильцами, потому что нет денег у Cloud9. Будет Эко. Ну и наконец-то уже та интрига, которую мы хотели. Сейчас просматривается в этом раунде. Проявили слабость Cloud9 в двух раундах подряд. Притом, самое интересное, вот эти два раунда были проиграны с АВП. Нельзя сказать, что там прямо из-за этого проиграны, но вот можно отметить такой факт. Сейчас Эко от Cloud9 есть довольно опасные пистолеты P250, а также Дигл. Ну и там вот засада небольшая, да, по-моему, на мейне. Сейчас будет поджим. Два игрока на B. Ну, все довольно спокойно. Для клаудов пока никакого экшена от Immortals. Immortals, опять же, играет очень и очень медленно. Никуда не торопится. Настолько медленно. То есть вот каждый-каждый фраг, каждый, вот действительно, вот то, что я говорил, знаешь, трайхайдеры, вот они, трайхардеры, они сейчас вот такое вот, в общем-то, и... Да, будет ползать у нас коллектив Immortals. Ну, понятно, что турнир, опять же, подошел к финалу, и нужно уже отыграть против ребят из Cloud9, против победителей четвертого сезона ESL Pro League. Вот, ну и пока получается. Ты знаешь, атака у нас идет с семимильными шагами к пятому раунду. Ну, уже есть опен фраг от Phelps, 19 хп у него осталось после стычки с Nothing'ом. Болтс, так, замечает соперника, Phelps страхуется, это самое главное. Болтс забирает скаду до Steel, там отрабатывает автоматика, Стюи, хотя бы одним фрагом нужно запомниться. Это получается в этом раунде, но тут же падает от Лукаса, который подоспел на размен 5-5. Ну, деньги есть для Cloud9, сейчас единственное, что нет АВП, и наверняка сейчас может немножечко измениться тактика в защите от клаудов. Ну, учитывая то, что нет АВП, да, то есть нужно будет сыграть, может быть, как-то даже более закрыто. Два Фамаса, три эмочки. Счет 5-5, на самом деле, вот уже есть какие-то небольшие проблемы от клаудов, и сейчас они вот решают занять мидл довольно агрессивно. Стоит автоматик уже под выходом из ангара, там на буст полетел огонь. Ну, и вот Иммортал довольно быстро, как для себя в этой игре, уже в минуты 30 уже находится под мейном, и сейчас будут выходить на точку А. Там три человека. Все, и замечает соперник на скрипе, там сильно набивает болтса, а тут же выпад от Фелпса подгорает. Тут 51 хп остается, и нужно двигаться дальше просто в этот смок. И стил, нет, не забирается, таки стилит окей, но тот набирается Хэнни, который вышел с АВП. Натанк не пропускает болтса за дальний, тот просто не прочекал эту позицию. Это, конечно же, ошибка. Фелпс очень красный, Хэнни дальше работает с АВП, Натанка отрабатывает, и хэлпс просто забирает одного соперника. Также Лукас подключается, и, ну, какая-то череда ошибок. Как-то вот не дочекали некоторые позиции у нас ребята из команды Cloud9, и были за это наказаны. Скадудл последний, конечно же, было круче, наверное, ему, если было бы в руках АВП, но это только М-ка, это только первый армор. Есть диффуза, нет гранат, и красный Фелпс так прочекал, даунфу Хэнни, тот будет просто выходить на хайвы и забирать соперника. Медленно и аккуратно действуют бразильцы, да, то есть они чувствуют, что раунд может им сейчас зайти. И вот еще что нужно отметить, ошибка от Cloud9 какая была, они начали вот лезть до, скажем так, выход начался, да, но дальше выхода нет. То есть остановились террористы, они не двигаются на плент, да, они проходят. Гранат у них нету, они просто стоят. И вот Cloud9 решили вот делать уже ретейк до того, как бомба стоит. То есть бомба не стояла, да, и они при этом решили двигаться. Nothing поджал погрузчик, да, то есть там мы видели, как он двигался, как вообще команда Cloud9 двигалась. И в конечном итоге сейчас Immortal забирает шестой раунд, скорее всего у Cloud9 будет эко. Хотя не факт, может быть там будет какая-то такая закупочка типа ОМПшки, Фамасы, и вот Cloud9 будут тащить с этого, с такого расклада. Ну посмотрим сейчас по деньгам, скорее всего денег не будет, нужно, наверное, делать эко. Ну и эко. И вот так вот Cloud9 проигрывают пока эту сторону, первую карту. Уже Immortals вышли вперед, первый раз, кстати. Ну, пока продолжаются у нас небольшие качели, тут по статистике, кстати, стил продолжает, ну, скажем так, немного неприятно удивлять, потому что вот вчера тоже смотрели кэш у него не заладился он с самого начала и сейчас тоже не особо помогает. Но главное, что команда играет хорошо, главное, что каждый выполняет свою роль и позиции отыгрываются на 100%. Шраут замечает соперника по .б, пытается загэмблить, не получается попасть по сопернику, который просто под смоком проходит дальше в вентиле. У нас, возможно, стычка стила и стюит-окей, который просто поджал скрип. Но тут уже вопрос, стил прочекает или нет, это позиция. От слэшку рвать на танки и минус пэпса. И с трофейного АК-47 все-таки не получилось даже выстрел сделать и тут наш! Стюит-окей, стил отрабатывает, зарабатывает деньги. Ну и, конечно же, уверенность, АК-47 уже на руках, и дальше Immortals'ам уже нужно что-то придумать в меньшинстве. Там АК-47 и М-ка. Да, проблемы. Проблемы. Что самое интересное, у Скадудла есть диффузы, и, в общем-то, даже если Immortals решат на какой-то из плентов пойти, Скадудл для, скажем так, эти диффузы дают неплохой задел по времени для того, чтобы делать ретейк. Это понятно, да? Но я к тому, что это экономический раунд, и Скадудл засейвил М-ку в прошлом, и опять же эти диффузы тоже перешли в следующий раунд. Это Immortals. Непонятно, что делают. 40 секунд до конца раунд, по-прежнему халдят перед B, вернее, перед медлом. Болтс там люркает у нас на токсике. Довольно странно. Нет, все-таки Лукас с бомбой пойдет в Двентрум. Вот он, выход на точку B, а здесь три игрока. Просто изи-катка для клоудов, по идее. Так, Лукас пытается воевать с хэдшотом, не получается. Погибает от Скадудла, тут же у нас минус два от Болтса и Шраутс. Какой десант прямо на дуло к сопернику без шанса, вот летает. С теоретоке тоже выходит. Что вы делаете? Ты говорил, большинство действительно клоудов находилось на точке, но как-то каждый сыграл сам. По одному пытались как-то выйти, закончить раунд, сделать фраги и были наказаны. Ну вот Скадудл вылазил из-за белого, да, делал килл. Автиматик был за дефолтным ящиком, и вот он, в принципе, мог просто пожить. Не то чтобы даже там, никто не говорил, ну да, они стрелялись. То есть понятно, он пытался там сразу же принять участие тоже в экшене, но он мог пожить. Шраут как врывался с деглом, тоже мог пожить, да. То есть как-то, опять же, вот та же ситуация, что была на ААА. Помнишь, когда я говорил, что делали ретейк, начали делать ретейк до того, как зашли на плент иммортал? То есть здесь приблизительно такая же самая ситуация. Опять же, переагрили. То есть Клауда видно, что чувствует силу, да, но не могут совладать со своими оппонентами. Пока борются у нас иммортал, выходит опять же снова на точку Б. Там Шраут остается очень красный 1хп, но все-таки забирает болтся, уходит смок. Но там его догонять хаешка. Хэнни тут же отрабатывает Автиматика. Ответ от Скадудла наконец-то там работает у нас на ВП. От защиты Натань также не пропускает стила. Бомба у нас на земле. Лукас вместе с Фелпсом остается 2 в 3. И опять же, у Фелпса хорошая позиция, но он палится не китая от соперника, который находится на пленте. Но и от него отлетает, что самое интересное, Скадудл не проходит. У нас этот выпад от Фелпса. Ну и Лукас также погибает от Наттенга, который все это время находился на бэрпленте. Так была инфа по нему, Наттенг делал килл. Соответственно, обращали внимание на контровский респаун и смерть пришла в основном из девятки. Минимальное преимущество команды Immortals и хороший бай от Клауднайна. Тут снова 2 ВП с Тюи и Скадудл. Ну и опен фраг уже от Скада есть на точке Б. Минус болт, Фелпс тут же отвечает. И тут уже Скадудл переагрил. Нужно было, наверное, уходить после первого минуса. Шаут, а вступил слипущий тоже погибает на миде. И это провал от Клауднайна в начале этого раунда. Это провал Клаудачи-то действительно переагрируют в последнее время. Последние раунды. Лукас делает минус по нас. Уже ситуация 2 В4 и нужно уже сейвить. Автиматик идет. Автиматик пытается перевернуть этот раунд для себя. Слепой, врывается в канал. Так. Ай-яй-яй, нет. Все-таки он не делает килл с Тюи. Делает килл с девятки по стилу. Но ситуация для него 1 В3. Ему уже нужно подумать о тем, что уже сейвить. И Фелпс не дает ему этого сделать. И сейчас будет ужасная экономика у Клауднайна последний раунд. 200, 1500, 900, 1400. Ну, это вообще провал, если честно. Ну, как-то пижонят немного Клауднайна. Пижонят, пижонят, да. На самом деле вот эти вот выпады в одиночку, через флешку, через смок, они абсолютно не работают против дисциплинированной. С такой игрой, я думаю, что мы увидим третью карту. Да, возможно, у нас тут будет затягиваться эта катка в рамках гранд-финала Айбэй Пауэр Мастерс. Пориспл выходит Хэнни под себя получает гранату. 62 хп остается после нее, но автоматика ошибается. Поджимает просто в соло и смотри, где он погиб. Просто посередине мидла. В очередной раз вот эта неоправданная агрессия от северо-американцев. Ну и наказывает, что самое интересное имморталс. Это самое главное. Уже 5 на 3 у нас картина этого раунда. Это последний в первой половине. Натвинг Стюи и Скадудл сейчас будут пытаться отдуваться за ошибки своих тиммейтов в начале этого раунда. Я очень надеюсь на то, что Клауда, вот там у них какой-то есть поти-бой, который за спиной ходит, не знаю, какой он роль там выполняет. Я очень надеюсь, что Клауда проанализирует свою игру в дефенсии и поймут, почему они отдали вот несколько раундов таких. Да не то чтобы даже несколько. На самом-то деле, вот до счета 6-7 был счет перед вот этим стриком от имморталс в 5 раундов. Счет был 5-2. И опять же, это вот когда начинает команда вот агриться, да, когда она начинает играть агрессивно, когда она чувствует силу. То есть она выигрывает, там у нее есть какое-то преимущество появляется, чуваки начинают там поджимать, там где-то открыто сыграл, там где-то открыто сыграл. Ой, Стюви делает выпад на Мэй, там Хенни с АВП, кто же контролирует, Кадула врывается на фортив и погибает. Настенька остается один против четверых. Так вот, просто тут как бы имморталс, они сейчас там Клауда туда-сюда покатают, покатают, проанализируют, соберутся, выиграют, да, допустим. Но другие-то команды топовые этого не простят. И вот Клаудам надо подумать, подумать над этим хорошенечко. И в итоге 9-6 для имморталс в атаке, как начиналось все хорошо. Шикарный, шикарный счет, особенно за атаку на карте ТКш. Хотя мы очень часто говорим о том, что на 100% карта сбалансирована. И опять же, можно тащить как в атаке, так и в контртеррористах. Но посмотрим. Пока что Клауд Найн, скажем так, приседает немножко по своей уверенности. Они понимают, что имморталс это не какие-то кабанчики, которых вы будете загонять. И это не будет вчерашняя игра против Тайлу, и всего такого уже у нас не наблюдается. Но это на самом деле приятно, то, что у нас заруба, то, что имморталс дает бой. Анимации сейчас у нас в пути второй пистолетный раунд. Имморталс в защите, Клауд Найн будут атаковать. Ну вот то, что Клауда будут в атаке, это, конечно, очень хорошо. Я сейчас вот очень надеюсь на то, что они возьмут пистолетку и будут брать, ну, покажут нам много раундов именно в атаке. Потому что вот на кэше атака довольно, ну, она не то чтобы сложная, но интересная. То есть тут есть интересные решения и есть интересные фейки. Но для того, чтобы дальше реализовывать себя в атаке, нужно взять пистолет. Довольно простая тактика, это просто пуш-бэ. Лукас и Хэнни просто... Шанс, вопрос. Какая стильба, господи, Лукас так же забирает. Аутематика и еще он вскатрутся. Два брата просто разбомбили, да? О, господи, Лукас и Хэнни. Они же братья, это же Лукас и Хэнни два брата, правильно? Да, это два братья. Но брата держит бэ, и один стоит в дропруме, его просто даже не... Ой, в вентруме его даже просто не чекают. Второй на пленте, просто изи-изи каточка, изейшая. Да уж, клаудная. Ну что ж, давайте что-то решать, ребята, из облачка 9. Пока что эти тактики ваши не работают, эти шапкозакидательские. Ну, пистолеты появляются не дефолтные. Теки у Аутематика, Шау, да. У остальных от Стюи, Наттенга, Деглы и P250 от Скадула. Понятно, что без армора он делает задел на то, чтобы купить АВП в одном из следующих раундов за атаку. Ну и здесь вот один Аутематик в мейне. У него есть поддержка от Скрипа. Там у нас находится Шраут, который с тех, наверное, готов уже ворваться. Встреча с Болтсом пока что ничего не приносит. Ну и Болтсу тоже, на самом деле, нужно здесь играть очень саевого. Фелпс там забирает Аутематика. Шраут тоже здесь должен получать свое, на самом деле. Слишком долго он там мансует. Еще и Фелпс забирает, что самое интересное. Лукас тоже просел у нас в вентилях. 4 на 4. Клауд Найн пока что нагнетает обстановку в этом раунде. Возможно, даже получится что-то здесь. Ну, было бы неплохо, думают Клауд Найн. И сейчас перегруппироваются, судя по всему, на точку А. Ну, бомба лежит на старте в мейн, есть выход в мидл. Что дальше? Один игрок также в двери. Стюи заходит на хайвей. Болтс уже, возможно, читает все это дело. Откидывает туда флешку, смещается на машину, смещается ближе к Б. То есть, Морталс подозревает, что вот это вот затишье, скорее всего, это именно точка Б. А, там поджал чел дверь или мейн. А, мейн поджал. Все, я понял. Хэнни в мейне. Болтс. Хэнни жмет дальше. Шраут. Хэнни, как же они так неаккуратно. Я сначала хотел сказать, что вот один выпад будет и будет хороший размяток атаки. Хэнни словил хорошие тайминки и, соответственно, отстрелил соперников. Дальше воюет там Стюи, забирает Болтса. В контровском расплавне Скадудл без армора. Понятно, что нет шанса против этой МПшки. Хэнни также забирает Стюи Туки. 11-6. Уже 5 раундов преимущества у южноамериканского коллектива. Вот Клауд Найн пожинает на самом деле плоды того, как они отыграли этот пистолетный раунд и в целом, как они отыграли первую половину. Я смотрю на коэффициент просто вообще. Просто один сайт дает, чтобы ты понимал, 5-13 наимогло. Ну, да. Это вообще, это жесть. Да, в такие моменты ты задумаешься над тем, что почему ты не ставишь вставки. Ты знаешь, вот я вот сейчас опять же вспоминаю свои слова перед стартом матча. Я говорил о том, что тут может быть 2-0 для Клаудов, что, мол, типа вообще они настолько уверенно, настолько круто играют. Я посмотрел вот игру в первой половине и заметил некоторые вот такие тонкие нюансы, которые говорят мне о том, что Клауда, возможно, ну, тяжело себя постоянно держать в тонусе, да, в любом случае. Ну, и плюс еще учитывая то, что программа минимум уже выполнена. То есть у нас уже есть квота на ЕМ Окленд. Это, я думаю, что основная цель любой команды, которая здесь приезжала. То, что понятно, что там 20 тысяч долларов – это огромные деньги для нас, но для них как бы это хорошее дополнение просто к зарплате. Ну что ж, выпадет у нас на точку А, Клауд Найн, выходит Болтс, уже отрабатывает на ТНК. Хелпс поддерживает нас, Кадула тут же отвечает и дальше по голове получает у нас Болтс на Хайвэе. Просто отходит у нас за бортик, бомба устанавливается и, в принципе, тут уже еще одна программа минимум команды Клауд Найн выполнена. Там дальше фармит у нас Хенни, Аутимасик борется как лев, но против Лукаса его запала не хватает. И легкий 12-й раунд, но, как я уже сказал, Клауд Найн денежек заработали и сейчас посмотрим от них бай и как они его, собственно, проведут. Ну вот интересно, мы давно не видели Клауд Найн в сложном положении, сейчас вот как раз-таки сложное положение для них. Счет 12-6, надо очень много взять раундов в атаке. Ну и вот мы отмечали с тобой не раз, говорили о том, что у Клаудов, в принципе, хорошие тактики, набор тактик. И у них как бы на любой, да, на любой случай жизни всегда найдется тактика. И было бы интересно посмотреть сейчас, как будет развиваться событие с точки зрения экшена от атаки. Дефолтная позиция защиты просто вот одного оставляет у нас Хэйни с АВП на миде. И самое интересное то, где он играет, именно на сэндвиче, то есть довольно-таки закрытая позиция. И тут он делает минус, и если будет размен, то, в принципе, его там закрывают. И не самая лучшая позиция, ребят, но оглядываясь на это, Фелпс тут же перетаггится на белый ящик. Он будет на себя стягивать внимание. Ну и там, возможно, вот будет какая-то агрессия даже в ангар. Нет, все-таки Хэйни отходит обратно. Да, подсадка. Подсадка должна быть у нас от атаки. Понятно, что через мидл нужно играть для того, чтобы построить хороший монумент для атаки в этом раунде. Мы посмотрим Шауда там подсаживать. Одного из лучших аимеров команды Клауд Найн. Он здесь должен, конечно же, наказывать, но пока что не пытается даже выйти. Выжидает возможную агрессию от своих соперников. Что интересно, два игрока у Клауд Найн сидят с токсикой, с бомбой. Сказу Дул САВП контролит Винд Рум. Также два игрока еще подтянулось. Полетел Смог. А куда этот Смог? Ого. Ничего себе. ЕУ Смог. Залетает у нас просто в контролский респаун. Будет выход на точку МБ. Там Лукас вместе с своим братом, который отлетает без шанса просто от Сказу Дулу. Стил тут же воюет на вентилях. Лукас еще фраг, но тут же Сказу Дулу вступает еще раз в статистику этого раунда. И минус у Стила. Лукас дальше. Минус на астринг. Нужно поспешить. Тут Сказу Дулу вместе с Шраудом, который просветает, но все-таки убивает Фелпса. Это на миде. Но самое главное, что бомба потеряна. Здесь Шрауду нужно спешить. У него слишком мало хп, слишком мало времени. Ну и здесь еще и два соперника, которые очень круто отыгрывают. Ну и один из них Лукас, который оформляет соперника последнего в этом раунде. 13-6. Закрыли. Закрыли. И довольно легко закрыли на точке Б игроки команды Immortals. Своих оппонентов те попытались как-то подловить на агрессии Immortals. Но Immortals, даже Хенни, когда поджал под миддл, в итоге прилетел ему молотов, и он вынужден был поменять свою позицию. И вот халдили-халдили Immortals, вернее Клауда. В итоге попытались сделать выход на точку Б и, в общем-то, были наказаны за это дело. Появляется второе ВП у Стила. У нас в стане Immortals. С Клауда делают такой точечный бай, оставляя еще деньги на последний раунд. Ну, не на последний, а на следующий, конечно же. Раскидывают теки, деглы, в принципе, хорошие смоки, флешечки летят. Я думаю, что сейчас будет довольно интересный раунд. Тут вот вопрос в том, Фелпс сколько сможет людей похоронить. Ну, тут в любом случае его пока что не чекает. Скадула с бомбой выходит, просто теряет он пакет. И Фелпс погибает от Шрауда, что самое интересное. Болтс дальше за дальним будет принимать соперника. Ну, у него здесь хорошая позиция. Здесь просто нужно убивать и постоянно мансовать, на себя стягивать фокус. И у него это получается на 100%. Он еще убивает автоматика. Там только один минус от Шрауда с трофейного оружия залетает. И дальше уже Nothing. Ну, скажем так, просто убивает. Уходит он ни с чем в этом раунде. 14-6. Ну и сейчас вот раунд. Все ли ничего для команды Cloud9 на этой карте? Это кэш, ребята. Еще раз напоминаю, что это выбор команды Immortals. Ну, а следующая будет, конечно же, Train. И это уже очень интересно. То есть, вглядываясь на то, что как проходит эта карта, смогут ли, например, вот Immortals закрыть уже своих соперников со счетом 2-0 победить на этом чемпионате? Да, было бы неплохо. Было бы неплохо. И это была бы очень хорошая пощечина для Cloud9. Холодный душ. Да, потому что, знаешь, как бы, ну, я-то думал, я-то называл их, там говорил, претенденты и так далее, круто играют и так далее, и так далее, и так далее. Но совершают какие-то такие вот довольно простые ошибки, вот в первую очередь в защите, да, и в целом то, как они отыграли. То есть карта кэш, я очень хотел посмотреть на карту кэш в исполнении клоудов. И в принципе-то она была неплохой до какого-то момента. До того момента, ровно когда решили Immortals играть агрессивно, при этом, ой, клоуда. При этом-то Immortals в атаке ничего-то не меняли, они продолжали дальше действовать пассивно, то есть они там, да, разыгрывали какие-то свои раунды, но все это делали очень-очень медленно. Ну, тут еще, может быть, есть какой-то фактор, то, что вот Cloud9 немного хотят, вот, ну, скажем так, показать себя не с самой лучшей стороны перед Оклендом. То есть то, что вот мы все-таки слабенькие ребята, вы нас не рассматриваете как вот таких вот фаворитов, но в это слабо верится, вот, особенно учитывая то, что если ты, ну, победитель, ты должен выигрывать абсолютно все матчи, нужно к этому идти. И это не самая лучшая, опять-таки, мораль. Дальше Lucas у нас работает довольно-таки неплохо. На вентилях забирает аутиматика, нет размена, нет чего даже закинуть. Есть один Молотов, и он туда полетит от Шауда. Но в любом случае там Boltz уже забирает Натвенкас, Кадудл не выпускает Лукаса. Два в три будет попытка дальнейшего выпада на точку Б. В принципе, дойдут там. Хороший смог, который прикрыл у нас Шауда, введение, из Кадудла, бомба будет поставлена. Шауда очень важный здесь, потому что, в общем-то, на планете Скадудл, наверное, будет не очень мобильный. Ну что, он возьмет девятку, максимум выйдет на Хелпу, сделает минус. А вот от Шауда очень многое зависит, и позиция у него тоже важная. Нет, тут все проще намного. Для Имморталска они делают минус по Скадудлу, и Фелпса тут со всех сторон просто разорвали. 15-6, и довольно неожиданная и быстрая катка у нас может получиться на первой карте The Cash. Ну, мы хотели интриги, мы ее получили. Да, возможно, это задел на третью карту. То есть у нас, возможно, будет в этом гранд-финале полная бест-офф-три, ребят, полная серия. Но это, конечно же, не может нас не радовать, потому что только утро сейчас, вот кто просыпается, кто сидел целую ночь, смотрел этот замечательный турнир. Но мы вот включаемся, потихонечку тоже вот разогреваемся, надеемся, что команды покажут себя с лучшей стороны. Пока что показывают себя очень хорошо Имморталс, которые уже выходят на маппоинт в рамках этого противостояния. Напоминаю, что это их карта, пока что реализована на 99%. И посмотрим, возможно, это последний раунд. У нас 5 АК-47 от команды Cloud9, которая выходит на мидл. Там Хэнни и какой фликшот залетает по Стюит. Окей, но тут же отвечает автоматически. Опять же, сделал минус, хоть мог дальше играть более сейфово, но решил открыться и получил. Фелпс поджал мейн, Скатугл уже выходит. И Болт делает минус по Шрауду, Натин делает минус по Болту. И Фелпс, Фелпс так и не вышел. По нему же нет информации. Не знают Клауда, что там сзади Фелпс. Да, он делает минус в итоге по Скатуглу. Ситуация 2 в 3. Это может быть маппоинт для Иммортал. Автематик делает минус по Стилу. Оу! Автематик! Нет, не получается. Это все-таки проигрыш на первой карте команды Cloud9. Ну, на самом деле, ты знаешь, мы не могли, наверное, прогнозировать, что так будет начинаться этот гранд-финал. То, что Cloud9 именно так проиграет этот матч. Но посмотрим. Как я уже сказал, это хороший задел. Возможно, трейн у нас уйдет клаудам. Сейчас они посидят, подумают над своим победением и смогут все-таки превозможить своих соперников. Ну и арена. IB Power Masters. Действительно, хорошее настроение у команды Иммортал. Сейчас она на ваших экранах, дорогие друзья. Стил. Кстати, я хотел сказать, что сыграла команда 15 плюс 6. 21 раунд. И пацан 6 фрагов. Ну, мы его видели вчера точно в таком же стиле, в такой же позиции, с такими же фрагами, с такой статистикой против команды FaceClan. Но команда, самое главное, что тащит. Опять же, мы знаем, что ты можешь не убивать, но можешь массу черновой работы выполнять, можешь массу информации собирать и связывать свою команду, то есть быть связующим звеном. Возможно, Стил будет себя находить и дальше в такой роли. Интересно то, что Иммортал стоят после матча и обнимаются, что-то говорят друг другу. То есть это очень важный момент. И это круто на самом деле. Это говорит о заряженности, и это говорит, в принципе, о хорошей внутренней атмосфере. Даже Стил на дне, несмотря на то, что он на дне, они все равно стоят и обнимаются. Это очень важно. То есть, знаешь, нет каких-то там шапкозакидательских настроений по отношению друг к другу. Мол, мы карту выиграли, но ты там донный. Нет, встали, обнимаются, действительно что-то обсуждают. Это действительно, на самом деле, очень круто. Да, это круто. Будет ли круто после трейна? Посмотрим, ребят. Никуда не расходитесь. Я думаю, что будет 5 минут рекламной музыкальной паузы, и студия Руха вернется комментировать для вас гранд-финал iBuyPower Master 2016. Да. 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 Руха вернется. Да.